Знаете, я отказался от рубрики, где я читаю гневные комментарии года два или три назад, потому что это слишком токсично и таких вещей на ютубе и так полным-полно. Зачем плодить еще больше этого токсичного говна? Но сейчас немножко другое время, и мне нужна эта токсичность. Нужна, чтобы отсеять как можно больше рашистов из своей аудитории. Так что извините. Но это рубрика «Сгорелые дупы». Начать это видео я бы хотел с такого небольшого напоминания о том, что вот прямо сейчас, пока мы сидим и записываем все это, пока рашисты писали свои комментарии, города Украины подвергались обстрелам, люди на оккупированных территориях жили и живут просто в невыносимых условиях, лишенные всяких благ цивилизации, многим просто нечего есть. Люди умирают, умирают тысячами. Просто помните о том, что на момент второй недели мая частично или полностью было уничтожено более 8 тысяч жилых домов. И опять же, на момент 12 мая он сообщает о 3573 смертях мирных жителей. И это данные, которые приходят с невероятным запозданием. Это данные с очень высокой степенью верификации. И реальные цифры гораздо страшнее и гораздо больше. Но это то, что мы точно знаем на текущий момент. Просто помните об этом, когда увидите комментарий очередного рашиста, у которого все будет не так однозначно, у которого где вы были 8 лет, у которого великий советский союз. Просто помните об этом. Для того, чтобы было проще помнить, вот здесь будут кадры из разрушенных оккупированных городов. Будут кадры не слишком жесткие, те, которые цензура ютуба пропустит, но просто как небольшое напоминание о том, что все это происходит сейчас. Все это уже случилось. И мы живем в этом мире. И один из адекватных комментариев, который выражает эту мысль, а я напоминаю, что пока большинство россиян в комментариях кричат про Донбасс, победу над нацизмом и украинской пропаганде, ветераны в Украине сейчас гибнут под обстрелами, просыпаются от воздушных тревог и ужасаются преступлением российской армии на землях Украины. Просто держите эту мысль в голове, пока смотрите это видео. Это очень полезно для того, чтобы хоть немножко, вот хоть немножко развить социальный интеллект. Особенно для расистов, у которых он, по-видимому, на уровне огурца. И еще один адекватный комментарий в начале. Это одно из обращений, которые я получаю, в том числе и в Инстаграме, где женщина рассказывает о том, как она столкнулась с войной, как она ее переживает, при том, что у нее маленький ребенок. И в момент очередной бомбежки, когда звучит воздушная тревога, ребенок спрашивает, мама, что это значит? И тут я поняла, что мой ребенок в пять лет не знает, что такое танк, оружие, война, солдат. Я не хотела об этом рассказывать. Да и сейчас говорю, что у нас игра такая, когда красный кружочек на телефоне, бежать в коридор и спать в коридоре, тоже игра такая. Я устала доказывать расистам, что мы не идиоты и сами себя не бомбим, что Бандера не возглавляет наших нацистов, да и нацистов никаких нет вовсе, что это не фотошоп и не монтаж, и что трупы и их части это не актеры. И вот один этот комментарий, он уже по своему эмоциональному отклику просто перевешивает все тонны говна расистов, которые вы услышите в этом видео. Но, опять же, мне нужна эта токсичность, продемонстрированная здесь, для того, чтобы еще больше расистов покинуло мою аудиторию. Я не хочу знать, что эти люди вообще когда-либо были на меня подписаны и я имел с ними хоть что-то общее. Многие из этих комментариев я разделил на своего рода категории, потому что расисты говорят клише. У них есть определенные шаблоны, которым они следуют, и в рамках этих шаблонов можно выделить определенные паттерны поведения и написания комментариев. Вот самый популярный, на мое удивление, я думал, самый популярный будет 8 лет, но, видимо, время этого мема уже прошло немножко, и он стал использоваться реже. Сейчас самый популярный другой комментарий это «А че, другим можно, а нам нельзя?» «А че, США можно кого-то бомбить, а нам нельзя?» Вот эта детская, абсолютно инфантильная логика о том, что «А что, у Пети вообще кол?» «А что, другим можно, а мне нет?» Она как нельзя лучше иллюстрирует инфантильность мышления современных расистов. «Будем обсирать совок, но ни слова про Америку!» «Потому что Америка принесет демократию, а совок нет!» Ну вот, уровень логики и инфантилизма. Или «Жаль, что не будет такого же ролика про США и Ирак, когда Америка по причине которой в итоге оказалась фикцией уничтожила целую страну». Вот люди пишут такие комментарии. Вы думаете, они обеспокоены тем, что США вторгся в Ирак? Вы думаете, их волнует судьба беженцев? Судьба тех, чьи дома были разрушены? Нет. Им реально насрать на жизни этих людей. Так же, как и сейчас насрать на жизни жителей Украины. Просто эти люди хотят отвлечь ваше внимание. Вызвать когнитивный диссонанс. Вот этой детской абсолютно инфантильной риторической уловкой. Мол, а что, другим можно? Так вот, к сведению подобных индивидов, никого и никогда нельзя бомбить. Нельзя убивать людей. Это плохо. Запомните, пожалуйста. Но помимо того, что это плохо, существуют международные договоренности. И все санкции, которые посыпались на Россию, посыпались не только потому, что убивать людей плохо, но и потому, что так функционирует мир и международное право. И Совет Безопасности ООН согласовал вторжение США в Ирак, в том числе и с одобрения России. Да, Россия одобрила вторжение США в Ирак. А где вы были все эти годы, а? Ну, эти люди, очевидно, не понимают, вообще не вдупляют ни на секунду, как работает международное право. При том, что речь сейчас даже не о международном праве. Речь о том, что у нас есть факт. Рашизм, абсолютно имперское желание захватывать другие территории, для защиты русских, русских на территориях других стран, послужило поводом для вторжения в целую страну, для уничтожения тысяч людей, для разрушения городов, для разлучения семей, для абсолютно бесчеловечных поступков. Забавно наблюдать, как человек в каждом видео, говорящий, будьте критичны к своим убеждениям. Я уже давно так не говорю, по одной простой причине. Критическое мышление исчерпало себя уже довольно давно. Появилась куча исследований о том, что данная концепция не работает. Плюс ко всему, уже как года 4, появилось довольно много всяких инфо-цыганских инициатив, которые обещают вам критическое мышление, если вы заплатите определенную сумму. Ну вот понимаете, да, главный тест на критическое мышление оказывается проваленным, как только человек говорит о том, что он пришел учиться критическому мышлению. Так что я эту концепцию не использую давно. Более того, люди, которые говорят про критическое мышление, как правило, не способны даже дать определение этому понятию, при том, что в педагогике, например, есть технология развития критического мышления, которая имеет определенные правила и может быть эффективна в определенных обстоятельствах, но в целом она не универсальна и не спасает. И сейчас мы живем в совершенно других условиях. Ну, впрочем, расисты не способны адаптироваться к этим условиям, поэтому они вспоминают какие-то давно позабытые психологические концепции. Я вообще не понимаю, что в голове у людей, которые используют аргументацию а-ля «кому-то можно совершать международные преступления, а нам нельзя». Человек может оправдывать убийство, потому что кто-то убил. Или как это вообще работает? Вот просто какие мысли прокатываются в голове у человека, когда он пишет подобный бред присоединения Крыма к России, нарушение норм международного права, потому что, ну как бы это, ну нарушили, короче, право международное. Но к этому «замечательному» в кавычках «нет» человеку, я бы очень хотел валиться домой, завалиться к нему в одну из комнат его жилища, забаррикадировать ее, желательно, чтобы там еще дети его были, сказать этим детям, ну вот вам бумажка, вы провели референдум, а, кстати, референдум под дулами автоматов, очень классный референдум. Комната этой квартиры теперь наша. «Ну а восемь минут вот этот мудак, хозяин, ломился что-то в эту комнату, ну вот восемь минут, а где он был восемь минут? А я через восемь минут подожгу всю его квартиру, ну а чё? Ну восемь минут, где он был? Вот где он был восемь минут, понимаете? Социальный интеллект этих людей, он реально на уровне амебы, и как иначе им объяснить, что вообще-то захват других территорий нехорошо. Вообще-то это даже не про нарушение норм международного права, это просто про банальную человечность, так однобоко, категорично и нарочитые пропагандистки. Ну вот, понимаете, вторжение в другую страну, убийство людей, это нормально, это не пропагандистки, это вот, ставим подобайку этому, а вот как бы возмущение этому, ну очевидная пропаганда, ну слушайте, пропаганда гуманизма, ну это плохо, это либеральные ценности, наверное, я вот не знаю. Это Россия показала, что институты мира не работают, а военных вторжений США до этого, надо понимать, не было? Чикатило убил столько людей, это что, я вот убиваю сейчас еще больше людей, вот это я что ли виноват? Я что ли в этих убийствах виноват, да? В чем тут, блядь, логика, чем руководствуются эти люди, что у них в голове? Пропаганда антироссийская, то, что США творили во всем мире, мы не помним, не знаем, язычок в попку засунем. Еще, такое интересное наблюдение, вот у расистов, какая-то очень болезненная фиксация на орально-генитальных всяких штуках, на сексуальных предпочтениях других людей, почему-то для них это играет какую-то жизнеутверждающую, очень важную роль, они очень часто упоминают это так или иначе в своих комментариях. Да, светлая НАТО ведь никогда никого не бомбила, ведь они так ценят человеческую жизнь, я ваху и ссори. Я, честно, не знаю, ну, то есть, эти люди, они реально считают, что это вот какая-то аргументация, они реально считают, что они по уровню своих тезисов как-то превосходят там первоклассника Толю, который обвиняет Петю в том, что его оценки еще ниже. Ну вот, я правда, у меня, то есть, ну, у меня сомнения закрадываются, что такие люди вообще существуют, что они реально верят в то, что они говорят, но они существуют. Отвратительно, что еще за слава Украине? В чем слава? В том, что просрали все, что им дала СССР? Савка Дрочер Детектед. В том, что они славят Бандеру. Бандера лично возглавляет вооруженные силы Украины. Вы что, вы не знали этого, да? Вот люди, которые пишут эти абсолютно пропагандистские тезисы, как под кальку, они ведь даже не понимают, а какую историческую роль играл тот же Бандера. Они, ну, не задумываются о том, что из себя представляет эта личность. Для них это просто пропагандистский тезис. Абсолютно точно так же, как и тезисы о том, что там Бандеру восхваляли. Сейчас я готов восхвалять Бандеру, просто чтобы таких расистов было вот поменьше в моем инфополе. Серьезно. Слава Бандере. Вот просто, пожалуйста, отпишитесь. Ленточка не та, аппарат не тот, демократические страны в его вселенной не воюют. Какая замечательная, вот просто очень иллюстративная логическая цепочка. Ленточка не та, демократические страны, значит, не воюют. Но вот человек как-то к этому пришел. Он это написал. Он считает, что в этом есть какой-то смысл, что в этом есть логика. Мне страшно представлять, а что в голове у таких людей? Если подставить в ролике вместо России и США, во многих моментах ничего не изменится. как бы США создали свою полузигу, пихают ее везде, устраивают абсолютно победобеские какие-то парады, демонстрируют оружие, угрожают всему миру ядерным оружием на федеральных своих телеканалах. Ну, как бы, да, вот очень, очень похоже на то, что делает США, правда? Когда на Шизик Смэш выпустят видео, где будет осуждать вторжение НАТО? Ну, классика жанра, это абсолютно однотипные комментарии, которые просто повторяют одни и те же тезисы. Если не знать, что это, ну, вот, люди, которые, скорее всего, реальные, потому что социология в России показывает, сколько подобных людей, то можно подумать, что это просто нашествие ботов, но нет. Важно понимать, что вот это все, вот эти вот людоеды, это реальные люди, которые живут в России. Ну, и стоит ли повторять, что судьба людей в этих странах, тех, кто вставляет такие комментарии, не волнуют от слова совсем. Адекватный комментарий. То, что Тед Банди или Андрей Чикатило убили много людей, мне не дает право убить столько же людей с аргументом «А че, и можно, а мне нельзя?» На что расист отвечает «Ошибаешься, дает». И вот просто с этого момента можно складывать все свои полномочия и говорить «Ну, они закончены». Когда человек допускает подобные высказывания, подобные мысли просто вот внутри себя, в своей системе ценностей. Знаете, мне очень сложно называть этого человека человеком. Мне очень прискорбно осознавать, что мы с ним один биологический вид. Прекрасный образчик обесценивания, переживаний и человеческой трагедии, в которой виноват в том числе и этот расист, просто потому что, ну, как минимум, или его налоги в государственной казне пошли на нападение. Или он, может быть, даже ничего не делал, был абсолютно политически инфантильным. Или он вообще голосовал за Путина и правящую партию, потому что других альтернатив нет. Ко-ко-ко. Война идет практически постоянно. Люди в 22-м году. Ко-ко-ко. Как может быть, война в 21-м веке никогда бы не подумала со мной, может быть, война в наше время. Ну, вот да, очень взрослый поступок, очень взрослая коверканье слов. И вы думаете, этот человек вспоминает про другие войны, потому что его беспокоят другие войны? Нет, он вспоминает об этом, чтобы ответственность себя немножко снять. Вот тот самый инфантильный, детский, что есть кто-то, кто хуже, ничего нового не произошло. Но для миллионов украинцев, чья жизнь уже никогда не будет прежней, произошло очень и очень много. И я правда недоумеваю уровню дна социального интеллекта этих людей, которые отказываются понять довольно простую человеческую трагедию, которая случилась по их вине с соседом. Меня поражает эта бесчеловечность. Тут прекрасный ответ вот на такой комментарий. Миром всегда управляли империи с большими амбициями. Почему кто-то решил, что мир поменялся, законы физики все те же и люди все такие же. Только империи теперь финансовые, в основном частные, а войны экономические, различные голодранцы, у которых нет экономики, до сих пор бегают с автоматами, ведя межпременные войны. Я не согласен с этим ответом, но мне кажется он довольно риторически забавным. Ты кто? Где находишься? С какой целью вещаешь? Кто заплатил? Какие пруфы? Какие пруфы? Что некоторого исказанного нету в других странах? Докажи мне отсутствие. Столько вопросов и так мало ответов. Я правда вот какой средний уровень интеллекта расистов? Просто интересный. Искренне интересный. Да, война это страшно, но вот вопрос, почему никто не вел санкции против США и НАТО? Ну опять же, потому что ты не знаешь, что такое международное право. Тебе посоветовали углубиться вопросы изучить, но человек явно не изучил, он в этом не заинтересован, но при этом задает вопросы. Значит, вопросы носят цель не углубить свои знания, а просто риторически спихнуть себя ответственностью, указав пальчиком на кого-то еще и сказав, что вот у него кол. Ничего страшного, что Россия соглашалась на вторжение в тот же это сделать по каким-то причинам вот так-то и так-то. Это нехорошо, это отстой, но мы сейчас говорим не про хорошо-плохо, а просто про международное право, вот как в рамках этого комментария. И в рамках международного права человек полный профан, при этом строит из себя хрен знает что, как делают очень многие рашисты, и уже не в состоянии сдерживать эмоции для объективной оценки и подачи информации. Бомбить другие города, убивать людей, и то, что я повторил уже сотни и сотни раз. Все это не должно вызывать у вас никаких эмоций, эмоции вообще-то почему-то плохо в системе ценностей рашистов. Удивительный мир, в котором не должно быть эмоций. Я не знаю, с каких пор эмоции стали чем-то плохим. Видимо, чадочные преступления не должны вызывать никакого негодования. У человека не вызывают, он не хочет, чтобы это вызывало у кого-то еще. Иных объяснений такой риторики я найти не могу. Белорусы такие же соучастники. Все знают, через какую территорию российские войска вошли в буч. Ну да, в 20-м году белорусы очевидно показали всему миру, что они такие же соучастники. В 20-м году, когда Лукашенко, в том числе благодаря Кремлю, остался власти, когда он фактически занял роль марионеточного правителя пляжащего под дубка Кремля, ну вот, белорусы показали. Наверное, поэтому сотни тысяч белорусов выехали за пределы страны, наверное, поэтому тысячи официально признанных политзаключенных, наверное, поэтому белорусов пытали, убивали. Ну, наверное, поэтому, правда, мир так работает. А почему белорусы, боже, они когда-нибудь научатся правильно название писать? Я просто не выходит на митинги против войны. Ну, вообще, даже в зачищенной, совершенно стерильной Беларуси, где смертная казнь за то, что не понравится местному правителю, даже выходили на митинги и людей задерживали. Но, опять же, речь не о том, что выходить, а речь о том, что сейчас мы живем в совершенно сюрреалистичном мире, где Беларусь не может быть свободной. Не может быть. Просто потому, что есть сосед, который считает, что ты братский народ, ты младший братик, а значит, ты мой. Так себя закопать. Валя, ты раньше показал себя клоуном тупым, а теперь так и подавно. Все по Геббельсу, но тут и удивляться нечего. Кто заказывает работнице древней профессии, тот ее и танцует. Вот опять же, какие-то сексуальные аналогии у расистов очень распространены. Тут мне понравился ответ. Жалко, что человек, который раньше ссылался на достоверные исследования и различные источники, просто скатился в правильную либеральную позицию. Да, согласен, действительно, как-то странно. Будто бы что-то очень радикальное и ужасное случилось. Только вот понять, что произошло, невозможно. Ведь всей правды нам знать не дано. С конца февраля все как будто бы с ума посходили. Тоже заметили? Я не знаю, в каком мире должен жить человек, чтобы считать, что все осталось как раньше. когда твоя блядская страна разбомбила столько городов, столько жизней забрала, просто потому, что, ну вот, бандеровцы, нацисты, а мы империя, все русское хорошее, все украинское бандеровское. Каким, блядь, конченным дегенератом надо быть, я не представляю. Знаю, что отличает хороших научпоперов от плохих аполитичность. Хороший научпоп блогер аполитичный. Я бы сказал так, просвещения в России нет и по всей вероятности не было. Именно по той причине, что оно оставалось аполитичным. Есть хороший кейс Дмитрия Зимина, который по своей наивности до самой своей смерти считал, что если рассказывать людям про науку, если показывать людям этот чудесный, прекрасный мир, то у людей как бы само собой возникнут гуманистические ценности, понимание человеческой жизни, ее ценности, понимание того, что демократия это хорошо, что должны учитываться мнения всех, что у людей есть права. Понимание ценностей. Сейчас я, наверное, порадуюсь за Дмитрия Зимина, за то, что он не дожил до этого времени, потому что, вероятно, он бы умер, как только узнал о том, что страна, в которую он вкачал столько денег, в надежде на то, что орки немножко погуманнее станут, все-таки осталось на прежнем уровне своего развития, но именно такая логика о том, что аполитичность это что-то хорошее, сыграла на том, что произошло все то людоедство, что произошло и происходит сейчас. Дегенерат, Блицкриг это тактика Германии, ты говоришь о России, мда, но видите, сколько параллелей между Германией, Россией, Блицкригом, я не знаю, что хотел сказать этот человек, честно, просто отвратительная отписка, я буду очень сильно скучать, я так сильно переживаю, я ночами не сплю, вот знаете, отписываются расисты, я ночами не сплю, думаю, как же я без них родненьких, вот как же я, не наслушавшись этих чудесных историй на ночь, какие я сны буду видеть, ну вот, понимаете, как мне тяжело, как я переживаю сильно, вот плачу по ночам, под одеялко, да. А куда виделись видео о терроре в твоей стране, батька вновь норм президент, батькой, кстати, называют только русский, почему-то Лукашенко его никогда не называли в Беларуси батькой, видимо, часть такой повесточки кремлевской бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну вот, человек не только не понимает, что у меня там несколько каналов, что на них есть разный контент, но еще и того, что некоторые люди, живя в тоталитарных странах, выступая, могут подвергать свою жизнь опасности. И речь не обо мне, потому что я как раз таки только и своей безопасностью могу рисковать, а вот люди, которые могут быть представлены в тех или иных видеоматериалах, могут подвергаться из-за меня дополнительной опасности, что, разумеется, этически не очень здраво. Но объяснять подобные вещи расисту, наверное, пустая трата времени. Странно, что все Валентины геи, зомби Украины тем более, что ты не показываешь, что на Украине-то это война против США, США воюют Украиной с Россией. Это восхитительная шизофазия, просто чудесная и очень иллюстративная. Но в очередной раз я отмечаю, что у расистов очень болезненная фиксация на всем сексуальном. Возможно, ввиду недостатка собственной сексуальности. Знаете, я вот об этом задумался, но возможно, не так сублимируют, так сказать. Ладно, ладно. Правильный Хуту объясняет, кто такие русские Туцци. Геноцид в Руанде. Чудесная аналогия, которую можно продолжить чуть дальше и сказать о том, что некоторые страны уже признали действия России на территории Украины геноцидом. И формально, юридически, очень многие из их действий действительно попадают под геноцид. Хотя бы тот факт, что истребляли по национальному признаку. Тот факт, что вывозят детей и называют их проблемными, потому что они говорят на украинском. Тот факт, что все украинское в принципе нарекается ужасным, плохим, подлежащим уничтожению. А те доктрины, которые пропагандируют различные провластные ресурсы, как РИА Новости в своих совершенно рашистских публикациях, они прям повторяют доктрины, которые привели к геноциду со стороны нацистской Германии. Так что аналогия чудесная, просто ее чуть-чуть продолжить и все становится на свои места. Автор говорит, что русские заняли Европу и Грузию. Ну и что, потом все равно все оставили местным Грузии, грузинам, Европа и европейцам никто не жаловался. Знаете, настолько не жаловался, что на сепаратистских территориях Грузии назначили на середину лета референдумы по присоединению к России после того, как она в 2008 ввела свои войска на территорию Грузии. Настолько не жаловались, что Грузия, по словам этого прекрасного нет, человека Дудя, единственная страна, где с ним не выпили за Россию, настолько, что из жителей Грузии сформировался батальон для того, чтобы воевать на стороне Украины. батальон, который занимается тем, что обороняет украинскую землю от рашистов, от русских. Настолько прекрасно, что вы можете сами приехать в Грузию и послушать местных о их отношении к русским. Человек явно не очень осведомлен о том, что это за отношения. Соя, для тех, кто не знает, это вот среди рашистов очень популярная риторика про сою. Есть такой довольно забавный лженаучный миф о том, что соя каким-то образом делает мужчин менее маскулинными и такие ребята часто используют это как оскорбление. Вот, мол, ты недостаточно маскулинный. Я думала, вы глубокий человек, а оказалось, что просто пропагандист с гейропы. Вот опять это болезненная фиксация на сексуальности, да? Глубокий человек, гейропа. Интересные такие наблюдения. Приятно видеть, что все подогнано под стиль Фоллаута. Любимая франшиза, показывающая ужасы войны. Смешно видеть, что фанат этих франшиз наряду со сталкером и метро от 2033 также оправдывает эту хуйню. Да, я не знаю ни одного человека, который был бы настоящим фанатом Фоллаута и который бы оправдывал расизм, но как бы предполагаю, что такие люди есть. А думаете, дедушка рад зигам, которые у вас по норме? Человек, наверное, про Россию, где какой-нибудь Рогозин, кидающий зиги, занимающий позиции, близкие до власти, где культурные деятели, периодически кидающие зиги, считаются очень хорошими людьми. Ну, или процент ксенофобии в России тоже гораздо выше, чем в Украине. Но человек почему-то замечает зиги везде, кроме собственного двора. То есть про то, как советская власть распространяла мову через печать учебников научно-технической и классической литературы ты не слышал. Ну да, короткий период в билорфизации, за которым последовал массовый террор и уничтожение всей интеллигенции. Украинские историки, например, шутят, очень грустно шутят, надо заметить на эту тему, так что вот этот период украинизации или билорфизации он нужен был для того, чтобы выявить всю интеллигенцию, чтобы потом проще было ее уничтожить. Ну вот примерно так и получилось. Собственно, сам тот факт, что я сейчас записываю это видео на русском, как бы на секундочку намекает, да? О, тут прекрасно предложил. Что можно ждать от того, кто клеветал на Жукова? У Тихановской нет программы. Ах, что и кацапские коммунистические елупень, как я люблю таких. Ух, они настолько блещут интеллектом, что выдают документ, не имеющий абсолютно никакого официального статуса, предложенный людьми, которые вообще призывали бойкотировать выборы, предложенный, причем, довольно давно за официальную программу кандидатов в президенты. И клеветал на Жукова, так я вам больше скажу, Жуков настолько сказочный, дегенеративный долбоеб, что умудрился не только отрицать, например, Катынь, который, на секундочку, сама Россия признала, сама Россия в начале двухтысячных. Буча это современная Катынь. И если вы признали Катынь, будьте уверены, на вас повесят и Бучу тоже. Советские люди вынуждены стрелять советских людей, чтобы на территории Советского Союза не встала очередная нацовская база. И можно посмотреть замечательное видео по тому, как Жуков искажает, например, историю войны во Вьетнаме. Там у него вообще фантастические факапы, я не знаю, просто вселенского уровня. В общем, на Жукова клеветать даже не нужно, он настолько ничтожный дегенерат, что не заслуживает внимания даже в рамках фрик-шоу, ну, просто потому, что коммунисты, с ними и так все понятно. Эта операция показала лица тех, кого смотрел годами, вынужден попрощаться, я не приму того мракобесия, что ты стал вещать. Я уже говорил, насколько я переживаю по поводу таких комментариев, вот прям плачу, пожалуйста, побольше оставляйте, чтобы я знал, что я все делаю правильнее. Несы тебя скоро освободят. Человек, понимающий, что уничтожены сотни домов, убиты тысячи людей, жизни миллионов разрушены, пишут и смеются о том, что еще кого-то освободят. Вот Минск это русский город, а Варшава это русский город, ну, вот те самые ребята, и они же считают, что они вот что-то хорошее делают, каких-то идей, ценностей придерживаются. Это по-настоящему страшно. Господа, можем повторить, пытаются доказать, что страна Николызнову готовила нападение. А я вам покажу, откуда... На Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции... Но, конечно же, никакого нацизма. Автор, фу, аннексия Крыма, лол, что? Крым, независимая республика на 2014 год? Народ вправе решать свою судьбу? Вот я говорю, такие люди могут понять, а что не так вот с их логикой, только в том случае, если сосед снизу или сверху придет к ним и просто отожмет их комнату, запрет в ней детей, скажет, мы проверили в референдум и все, мы все решили за вас. А сейчас я спалю твою квартиру, потому что ты 8 минут, сука такая, ломился в закрытую дверь. Этим ребятам бесполезно доказывать что-либо про международное право, просто про какие-то морально-этические принципы, про гуманизм. Это все мимо. Вот когда вы к ним придете и сделаете все это, может быть, они задумаются. Вот только в таком случае. Но я правда не вижу иных оснований, почему человек пишет ну вот такой бред. Да, ему тут напоминают о Чечне, но он говорит, что это другой. Нарезки из быхих маргиналов и олицетворять с ними весь народ. Ха-ха, смотрите на этих русских победобесы. Наверное, украинцы подкинули. Вот украинский десант прилетает на парад 9 мая и делает все это. Ну, как бы очевидно, что это не русские, да? Валентин отошел от научной парадигмы мироустройства и мировосприятия. Ну, очевидно, ударился в мистицизм, стал поклоняться богу-ра и приносить жертвы по четвергам. Ем русских младенцев под портретом Бандеры. Запишите. Просто нацист, называющий русских расистами. О чем еще можно говорить? Вот понимаете, когда ты русскому говоришь, что нельзя убивать людей, ты людоед, успокойся, пожалуйста. Он говорит, ты нацист, вот ты нацист, все, с тобой все ясно, решено. Дис отписка от такого пропика позорного. Как я буду переживать по таким ребятам, я буду плакать долго и очень радостно. Прощай, отписка. Уханди, дверь закрой. Все, что ты говорил раньше, для меня, оно всегда обесценилось. Было бы еще замечательно, если бы оно истерлось с памяти. Потому что, ну как бы, понимать, что ты вот с такими людьми имел что-то общее, ну это довольно страшно. Мало того, что показал собственную ущербенность, так еще и всяких малолетних дебилов собрал в комментах. Прямо всех можно брать в оперативную разработку. Вот это к вопросу о доносах и том, кто же их писал. Такие замечательные ребята, которые не видят в своем поведении абсолютно ничего предусудительного. Страна доносчиков. Надо выдернуть из контекста песенку «Дядя Вова, мы с тобой», которую осудили на федеральных каналах РФ. Настолько осудили, что на 9 мая 2022 года ее исполняли на сцене. Осуждение. С днем Великой Победы, с великим праздником победы над нацизмом и освобождением русских земель от оккупантов русского народа. Наверное, поэтому некоторые балтийские страны, как и Польша, признали период после Второй мировой войны периодом оккупации своей территории Советским Союзом. Но вот, наверное, это тот самый русский народ, который надо было освобождать. Такой же русский народ, который пришли освобождать на территорию Украины. Ну, как бы, время идет, но мало что меняется в этом русском имперстве. Правда, забавно? Нет. Мозгов не хватает у меня. Не смог по телеку посмотреть, как все действительно происходит. Куколдизм в умах, казалось бы, умных людей процветает. Вроде человек науки, а критического мышления нема. Опять же, сколько штампов, фиксированность расистов на всяких сексуальных фетишах, да, вот этот вот куколдизм, там, что они любят, гейропа, вспоминать всякие сексуальные аналогии, критическое мышление вспоминать, при том они не в состоянии дать определение критическому мышлению. Вот столько образчиков прям стереотипных, штампованных, это те паттерны, которыми расисты действительно руководствуются в своей логике. И, ну, мне кажется, это, по крайней мере, антропологически интересно, заслуживает отдельного изучения того, как расисты думают. Спасибо. Мы в Киеве тоже помним вашу трагедию в Беларуси, когда ваша демократическая революция захлепнулась в пытках режима. Когда все закончится, надеюсь, белорусы и украинцы станут по-настоящему братскими народами. Живе, Беларусь! На что ему в комменты написали. Запрет русского языка это тоже часть демократической политпрограммы Тихановской. Знаете, есть вот индикатор совершенно необучаемости это программа Тихановской. Вот программа Тихановской. Официальная программа кандидата, которая публикуется согласно строгим протоколам, которую легко найти, запрещала русский язык, при том, что Тихановская сама давала интервью на русском. Это фантастический уровень незнания, сочетающийся с фантастической, еще более фантастической уверенностью в том, что ты знаешь, как он на самом деле. Эффект Данинга-Крюгера, которого не существует, но который описывает столько всего в умах рашистов. Все-таки это не война, так как объявления войны не было. Это настолько искренне простодушно, что я вот даже не знаю, что ответить. Но вот раз объявления не было, то значит не война. Флага УПА не было на Майдане, а может полка АЗОВ не существует, не говорю, что на Украине одни нацисты, но вот не осуждать такое у них в норме. На что ему ответили флаг УПА, один из национальных символов, чем он плох, он илицетворяет борцов за независимость, полк АЗОВ просто один из полков, который защищал родную землю от войск, которые пришли на ее территорию. Слушайте, на самом деле объяснять такие вещи рашистам абсолютно бессмысленно. Вот эта рационализованная ксенофобия ко всему, что не русская, у них настолько фантастических размеров, что любое упоминание вот иной культуры, иного языка вызывает дичайшее торжение и мгновенную реакцию нацисты, фашисты убить, уничтожить. Как пример, под видео с совершенно безобидной детской народной сказочкой про курочку Рябу на белорусском языке вылез вот такой единственный негативный на белорусскоязычном канале комментарий о том, что это еще один нацик. Вот я это еще один нацик, потому что я позволяю себе иногда разговаривать на белорусском. Выслыхал медведь сказку и отрывал себе хвост. Так с того часу и живе с куртатым хвостом. Если вы шукали мораль в этой сказке, то нет. За то, что я учу свой родной язык, который меня отняли, за то, что я читаю сказку на этом языке. Я нацик. Вот я честно затрудняюсь ответить, какие паттерны срабатывают в голове у этого человека, почему он это написал. Но это очень хорошо иллюстрирует отношение русских ко всему нерусскому. Великорусский шовинизм, о котором писал еще Ленин, он как бы никуда не ушел. Империя, неважно под каким флагом, она все так же осталась в умах очень многих русских. Слава советскому солдату, сказал человек с полусвасти, на аватарки. Валентин мозги промывает, всем тоже, зомби новых делает, а вот то, что в Украине конкретный нацизм, ни слова, у боевиков татуировки фашизм и многое другое. Ну да, правительство, в котором не было представлено, партии националистов, президент еврей, избранный демократическим путем, уровень ксенофобии, по отношению к еврейскому населению, который гораздо ниже, чем в среднем у соседей европейских. Ну, вот это все признаки того, что страна нацистская, правда? А татуировки у русских довольно известных личностей мы предпочтем не замечать. Скоро будешь на камеру извиняться, эх ты, плевок в наше прошлое не будет забит, ответишь по совести, будь уверен, ра? Не знаю, или он бы схвалял бога ра, или не успел дописать, поскольку был не очень трезв. Вы предаете, принимая фашизм украинский, дедов предаете. Человек отвечает, если углубляться в понятие фашизма, то фашизм как раз таки в России, ну, по очень многим критериям, которые выделяют следователи фашизма, в России действительно фашизм. И с этим фактом рашисты ничего сделать не смогут. Их это невероятно бесит, они готовы кусать себе и всем вокруг локти, но факт остается фактом. По всем классическим определениям фашизма в России он наступил. Жалко, что дизлайки убрали. Да нет, не жалко. На самом деле на этом видео подавляющее большинство лайков о том, что вызывает у меня такую гордость за то, что я собрал такую чудесную аудиторию гуманную, за то, что я столько лет занимался тем, что даже вот в ру-пространстве вокруг меня собрались люди, которые на самом деле понимают, что такое гуманизм, понимают, что такое общечеловеческие ценности, которые действительно могут назвать себя человеком. И это правда очень здорово. А по поводу расистов, которые хотят выражать свое мнение дизлайками, пожалуйста, выражайте его побольше, а главное, не забывайте отписываться. Сам нарядился в украинские цвета и трет что-то за пропаганду, ну и умора. Вот Fallout, он во многом такая пророческая франшиза, надеюсь, что нет, но согласитесь, тема ядерного апокалипсиса и цветов флага Украины в ней раскрыта интересно. Ну и было на самом деле довольно много ботов, которые писали про повесточку, ну буквально одни и те же сообщения однотипные, или человек правда сидел Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V раз 50, или все-таки это было что-то из разряда вот атаки. Кринж, цивилизация строится не на институтах прав человека, на науке промышленности развивайся. Ну да, вот в науке не существует этики, не существует прав человека, нет таких понятий, да, люди не договариваются как и по каким правилам им жить, люди не вводят понятия преступления, нет, цивилизация это когда ты построил дом, а еще лучше танк и поехал рушить чужой дом, вот это цивилизация, ну, замечательная цивилизация у расистов. Другой тип популярных комментариев сводился к тому, что все неоднозначно, все сложно, этот мир сложнее, чем он кажется, и это тезис, который уже очень много лет использует русская пропаганда, когда любой предельно однозначной ситуации, например, бесчеловечных ужасных преступлениях, совершенных под Киевом, они находят миллионы всяких версий, например, там в зеркале кто-то пошевелился, например, это постановки, вот весь Голливуд приехал и снимает, например, это еще какой-нибудь бред, вставьте любой, и пока фактчекеры, журналисты занимаются опровержением буквально каждого этого бреда, просто вкинутого, абсолютно из ниоткуда, создается впечатление, будто, ну, вот, все неоднозначно, да, все не так просто, хотя как бы весь мир видит, что все предельно однозначно, люди, родственников, которых убили, тоже видят, что все предельно однозначно, все, кроме расистов, у которых все неоднозначно, видят, как оно на самом деле, да, так что это действительно очень старый пропагандистский прием, когда пытаются выставить предельно однозначные ситуации, как что-то неоднозначное, хотя, казалось бы, но вот, жили украинцы, никого не трогали, развивались, строили свою страну, свое государство, пришли русские, и Украина начала себя бомбить, просто конченый ебанутый тезис, в который невозможно поверить адекватному человеку, но очень много русских в него верят, и доказывать им что-то бессмысленно, но тем не менее они повторяют, что все неоднозначно, все сложнее, как бы Украина иногда себя бомбит, Буччи иногда может быть постановкой, потому что там на стекле какой-то блик произошел, ну и подобная конспирология, она, конечно, очень распространена в среде расистов. Война сейчас не между Россией и Украиной, а между Западом и Востоком, это и есть третья мировая, только пока экономическая. Знаете, если бы полноценная война между Западом и Востоком шла, то на примере того, как российская армия просто феерично провалилась на всех этапах наступления, можно было бы предполагать, что эта война закончилась бы довольно быстро, скорее всего, она бы закончилась очередной ядерной истерикой мини-фюрера и взрывом всего, что он может взорвать. Так что, ну, тут гадать можно много и долго, но это определенно пока еще не третья мировая. Хотя пропагандисты пытаются представить это иначе, ведь им нужно как-то объяснить провалы собственной армии. Этот саркастический тон, эти выражения уничижительные, в них самих плохого, конечно, ничего, но веден повествование в обычной спокойной манере, насколько бы лучше смотрелся ролик. Как раз таки моя огромная ошибка в том, что раньше я говорил «Тьма фейковых аккаунтов, систематически и организованно восхваляющих действия российской власти, что нарушает нормы международного права». Конченная беззубость. Вот что это такое. Это попытка очень мягко и деликатно объяснить людоеду, который ест твою ногу, что ногу есть нехорошо. Надо называть вещи своими именами. И если ебанутый автократ, абсолютно отбитый на свою голову, захватил территорию другого государства, то надо говорить об этом прямо. Если конченное население этой страны совершенно промытыми мозгами позволяет себе оправдывать действия этого конченного автократа, то надо говорить об этом прямо. Потому что умалчивание и мягкость к этому людоедству привели к тому, что умерло очень много людей, разрушены миллионы жизней. Вот к чему это привело. Давайте смотреть на обе стороны медали. Украина действительно были и есть откровенные нацисты. Не оправдание того, что происходит, но если уж говорить правду, то говорить до конца. Да, вот знаете, с момента начала денатификации Украины я так подозреваю, что нацистов там на пару тысяч процентов стало больше, чем было до начала денатификации. Да что там Украина? Я как бы уверен, что в глазах расистов и среди белорусов их вдруг объявилось неимоверно много. Вот меня за сказку записали в нацисты. И знаете, сейчас это приобретает некую такую хвалебную интонацию. Вот как тебя называют русофобом, это значит ты хороший человек, то скорее всего нацисты тоже хороший человек, просто потому что это говорит русский абсолютно имперствующий фашист, не замечающий проблем в своем поведении, своей социализации, своем образе мыслей и обвиняет себя в том, чего просто не понимает, чего боится. Он так рационализирует свою ксенофобию, так что это благое дело сейчас быть нацистом. Успешная операция по денатификации. Я так понимаю ее будут вспоминать еще несколько поколений русских, которым потом самим потребуется очень тщательная денатификация. Кстати о русофобии. Тоже довольно популярный комментарий был либерал и русофоб. Это и так всем понятно, но он меня раздражает тем, что он пацифист, или по крайней мере строится из себя пацифиста. Какой-нибудь Арестович тоже русофоб, но он по крайней мере не надевает на себя лицемерных масок. На что ему ответили, что что плохого в русофобии это вполне закономерная реакция на расшистов. Спасибо за разжигание ненависти. Ох, то ли еще будет, дорогой, то ли еще будет. Разница между средним украинцем или средним белорусом и средним русских. На основании каких параметров сделан выбор? На основании социологии, согласно которой как только действия российской власти переходят всякие нормы морали, этики, международного права, процент поддержки у этой власти возрастает до рекордного и каждый раз это повторяется. В Беларуси, знаете, вот поддерживают войну по разной независимой социологии от 3% городского населения до что-то порядка трети, но согласитесь, это не 80%. Я, кстати, не могу понять, какое тебе дело до русских и празднования 9 мая России, Беларусь. Действительно, какое мне дело, у меня под боком имперствующий фашист, который в том числе влияет и на мою страну, который в такой мягенькой форме установил здесь свои мариненточные правила для совершенно нелегитимного правителя, который высылает сюда орды своих фашистов, которые гуляют на 9 мая по Минску. Вот, помните это видео, где пьяный фашистующий имперец в кепке с орлом и георгиевской ленточкой у сердца кричит о том, что у него есть искандеры, о том, что уничтожит и всех на колени и поставит. Афон, на котором он это делал, знаете, где находится? В Минске. У торгового центра галерея. И понимаете, в чем дело? Вот, пока вся эта имперствующая русская фашня будет находиться тут, пока все эти имперствующие расисты будут позволять себе поддержку абсолютно нелегитимных лидеров, просто потому, что нелегитимные лидеры дают им определенные плюсочки, пока они будут позволять влиять на внутриполитическое положение в моей стране, пока они будут выделять сотрудников Росгвардии для того, чтобы удерживать стабильную обстановку, я буду говорить про Россию. Вообще, вот это классическое о том, что сидя в рамках своей страны, на секундочку, то, что творится в моей стране, творится в том числе, потому, что фашистующее авторитарное государство поддержало то, что творится в моей стране, как бы, наверное, в голову расистов не приходит, они об этом не знают. Ну что ж, надо просвещать. Человек пишет о том, что в России таких Путинов. То есть, проблема, как бы, не режима, а население в целом. На что ему говорят? Вы на полном серьезе так думаете? Вы должны понимать, что на нашем телеке очень выборочный материал. Он специально таким был создан, чтобы людям казалось, что так все думали и теряли надежду на мотивацию что-либо изменить. Вы частично поддались пропаганде. Я тоже очень долгое время думал, что русские больше похожи на белорусов. Ну, до 20-го года. А потом я вдруг начал для себя открывать, что как только речь заходит про какие-нибудь имперские вопросы, большинство русских сыпется на этом. Я не понимал, вот почему, с чем эта особенность такая связана. Потом наступил 22-й год. Я как бы уже понял окончательно и бесповоротно. Это часть социализации, которая восхваляет великую страну. это часть социализации людей, которые в историческом прошлом фактически навязывали свою волю всем своим соседям. Для меня было это огромным разочарованием понять, что на самом деле адекватные люди из аудитории моего канала это очень маленький процент русских. Очень маленький. Невероятно маленький. И что русские запросов какого-нибудь левада-центра это гораздо более приближенные к реальности русские. И это действительно страшное осознание. Среди русских действительно есть хорошие люди. Это мои знакомые, мои друзья. Многие из них уехали из России, причем уехали довольно давно. И они понимают проблемность вот этой социализации российской. Последний раз я услышал от своей подруги, которая довольно давно покинула Россию, что раньше, до войны, она думала, что ненавидит российскую власть, но страну-то она любит. После войны для нее стало очевидно, что это страна, в которой она все время ощущала себя изгоем. Это страна, которая уничтожала любые ее порывы. Страна, в которой она никогда не чувствовала себя в комфорте и безопасности. А за что любить страну, населенную орками, совершенно чудовищными взглядами, которые уничтожают людей, обладающих другими взглядами? Я не понимаю эту концепцию любви по праву рождения. Люди не должны любить свою страну просто потому, что они родились, они должны любить ее за что-то. Опять же, на примере моих друзей из России признание того, что вам не обязательно любить свою страну, которая не дала вам ничего гуманного, ценного, полезного, которая всегда заставляла вас чувствовать себя изгоем, как будто вы приемный ребенок в очень плохой семье. Просто факт нахождения в этой плохой семье не делает вас обязанным любить эту семью. И я понимаю, что очень многим русским не хочется признавать, что вокруг них имперствующие фашисты, но ребят, ваша страна сейчас творит фашизм самый настоящий. И большинство это поддерживает. Поддерживает. Свернулся научпопа на пропаганду против России. Россию один хуй не сломать, Россия вперде. Мне правда иногда не верится, что это реальные люди. Но это реальные люди. Русофобия, сладко, спасибо, я ливаю. Слил от меня. Он сделал мне комплимент и тут же слил. Ну вот как так можно? Как? Разница между средним русским и средним украинцем или белорусом Валентин серьезно очень похожа на нацизм. Согласен, социология из России об общественном мнении очень похожа на нацизм. Национал социализм, я бы так сказал. Опять русские во всем виноваты. Правительство не страна. Как раз таки мы видим очень большую комплиментарность действий страны и поддержки обществом этих действий. Украинцы будут непоколебимы в попытках навязать вину. Вот вы понимаете, русским надо еще навязывать вино, оказывается. То есть недостаточно просто того, что твоя страна творит совершенное людоедство, совершенную чернь, тебе как бы надо навязать вину, чтобы ты начал понимать, что вообще это так нельзя делать. После таких комментариев мне действительно кажется, что все то, что происходило с Германией после Второй мировой войны, просто должно произойти с русскими, чтобы они изменились, иначе мы все будем жить вот тут в совершенной небезопасности. Выдергивание из контекста, доведение до абсурда и местами приведение в пример заведомо маргинальных личностей, идиотов хватает с обеих сторон. Ну да, это, видимо, украинские идиоты начали войну, это, видимо, украинские идиоты угрожают всему миру ядерным оружием, это, видимо, украинские идиоты накачали пропагандой в различные области России и вели туда своих террористов, чтобы создать партийские формирования. Вот логика, логика. Канальчик вместо научпоп-видосиков превратился в рупор сначала с живой пропагандой, а теперь и русофобской. Человек, живущий в тоталитарном фашистском государстве, говорит про с живой пропаганду. Ну, то есть, вот, до западе повесточка эти черные в фильмах о геи, о лесбиянке. Ну, видимо, посмотреть, что творится у себя под носом, ну, это слишком сложно для среднего расиста. Пять угроз, серьезно, а сколько угроз моей безопасности, а что за ненависть во всем мире к русским восьмидесятых, девяностых, в двухтысячных про Украину вообще молчу. Вот, понимаете, у человека комплекс, задеты его какие-то глубинные чувства, реваншизм после распада Советского Союза, и он думает, что это позволяет ему угрожать миру ядерным оружием. Это прекрасный обращик вот этой русской мысли, ну, я правда не знаю, как это комментировать, для человека тут все в порядке, он это написал, он не видит в этом проблемы. Это страшно, это просто страшно. Такие люди пишут про угрозы его безопасности, да, пишут в условиях, когда уничтожено очень много городов Украины, когда погибли тысячи, когда миллионы уехали, когда людей даже в рамках его страны, внутри его страны, людей с отличным от его мнением преследует сама власть, то есть эти люди лишены чувства безопасности, уж про белорусов я вообще молчу, тут его нет уже очень-очень давно, и на самом деле это довольно сильно подкосило очень многих, и это одна из причин, почему у нас такая огромная миграция, просто сотни тысяч людей уехали. Кстати, с отъездами и смертями, сокрытием смерти от ковида и миграции огромные связаны, очень смешные кейсы, например, в Беларуси засекретили всю статистику по вот этой демографии. Это очень забавно, нет, если говорить про чувства безопасности, это довольно важная психологическая опора, и очень немногие люди могут жить без этого чувства довольно долго, так что человек, ощущая себя в полной безопасности, возможно, лежа на диване с какими-нибудь чипсами, аналогом кока-колы, возможно, занимаясь актом мастурбации на русское порно, я не знаю, почему русские так любят говорить про русское порно, серьезно, но вот этот вот человек, ощущая себя совершенно комфортно, совершенно в безопасности, позволяет себе оправдывать убийство тысяч людей, вторжение своей страны, ужасное преступление, ну, как бы, я не знаю, что тут добавить. Евгений Баженов, он же бэткомедиан, тоже высказался о недопустимости лозунга, можем повторить. Да, Евгений Баженов, прекрасный Баженов, совкадрочер Евгений, который так и не высказался публично о недопустимости войны, сказал, что во всем виноваты люди, развалившие совок. подобайк. Еще одно такое интересное наблюдение, разница между русскоязычной и любой другой аудиторией в том, что в России почему-то свято верят в этот совок. Нигде не верят, все поняли, что такое русское имперство, пока побыли в совке страны, и потом, когда обрели свою независимость, как бы не хотят возвращаться в это чудесное нет места под имперским боком. И только в России очень много людей не видят проблем в этом. Они не видят проблематики Советского Союза, они не видят отношения самого к людям в Советском Союзе. И это довольно иллюстративная вещь, потому что если в Беларуси по единицам можно найти совкадрочеров совершенно отбитых, которые буквально стали такими отбитыми, потому что попали в русское информационное пространство, тот самый русский мир на них повлиял, то в России таких очень много. И это довольно смешно, что люди, которые максимум года три пожили в Совке, разваливающемся грезят об этом Совке. Уникальное явление совершенно. Мне кажется, в будущем, опять же, топологический интерес к этому стоит проявить. Расстрел в Катыни устроили не советские спецслужбы, а гитлеровские войска. Дальше можно не смотреть. Как бы человек отказывается признавать то, что признала российская власть. Можно ли же дать от этого человека признание современных преступлений России, которой российская власть не признает? Я думаю, это довольно риторический вопрос. Ролик скатился в антисоветскую пропаганду. То есть мифические ужасы сталинизма, там были пони и бабочки, ничего не было, голдомора не было, массовых расстрелов не было. Можно рассказать об этом людям, чьи родственники погибли в эти периоды. Они послушаются с великим удовольствием. Желательно рассказать лично, когда эти люди стоят с чем-нибудь тяжелым в руках. А как без греха стесняюсь спросить про Советский Союз? Почти у всех стран есть странички в истории, упоминания которых вызывает нехилое бурление говн. Только почти все страны, про которые мы будем вспоминать, так или иначе проработали свои прошлые травмы, прошлые амбиции. А вот ребята из имперской России, они как бы остались на этом уровне, им предстоит еще очень много интересных открытий. Никогда РФ не считала режим СССР пролетарский режим чем-то, на что надо равняться. Уважали его за военную внешнеполитическую мощь. Ну, видимо, поэтому Путин назвал распад СССР величайшей геополитической катастрофой. Видимо, поэтому позакрывали центры, которые как бы напоминают о тех людоедских ужасах, которые творил СССР. Видимо, поэтому возрождают советские исторические мифы. Ну, видимо, поэтому это делают. Видимо, никак не трогают совершенно ебанутых совкодрочеров, вроде того же Жукова, который отрицает даже, там, Катынь. Видимо, из-за великой неподдержки совка. Совок, РФ, Победобеси. Вспомним, что это существо когда-то позиционировало себя как академического интересного и объективного исследователя сложных вопросов. Насколько я знаю, никогда себя не позиционировал как академического исследователя сложных вопросов, но совок, РФ, Победобеси это самое маленькое, что я могу сделать. Надо называть вещи своими именами. После тезиса произнасилованных невок советскими солдатами и уничтожения притеснений недостаточно русских в Советском Союзе на секунду в интернациональном государстве моя жопа разорвалась так сильно, что ее теперь никакими нитками не зашить. Твою дубку чекаешь мацю до уных открытия, драженьки. Советские солдаты ведь были святыми, они ведь не мародерили, не насиловали, а все свидетельствуют, ну это так, клевета, все воспоминания ветеранов, которые можно найти, это клевета. Ну, о чем говорить даже исследования американцев, которые проходили на оккупированных территориях, об отношениях в среднем к немкам в послевоенный период. Ну, это очевидно только на американцев распространяется, а советский солдат он святой, он такой великий, он знаете, вот идеологически выше, наверное, поэтому приходилось фотографию с выпиской вот этого знамени Победы редактировать для того, чтобы убрать одни лишние часы с руки того, кто придерживал человека, выставляющего этот флаг. Именно по этой причине и ни по какой иной, не подумайте. Ну, и довольно много смешных людей. Опять же, в среде рашистов конспирологические мысли очень распространены, они прям как хлебом насущным живут конспирологией, потому что конспирология позволяет объяснить очень много противоречий собственной картине мира, это такая защита от когнитивных диссонансов встроенная, и они, разумеется, видят в том, что их комментарии пропадают, или они не могут их найти, или они куда-то из первых мест выбиваются вниз, потому что получают много отрицательных оценок, некий злой умысел и пишут о том, что я удаляю комментарии, те самые комментарии, которые я выставляю вам тут сейчас, и это просто прекрасная иллюстрация того, что средний рашист, он всегда готов найти врага, всегда готов обвинить в злом умысле кого угодно, но разобраться и понять, например, как работают алгоритмы ютуба, как работает выдача комментариев, ну, это, видимо, слишком сложно. Еще одно забавное наблюдение, которое можно сделать из прочтения комментариев про удолили мои чудесные мысли, удолили, это то, что рашисты не понимают не только базовых принципов международного права, ну, в отношении агрессии своей страны, да, но и в отношении такого понятия, как свобода слова, когда это довольно четко прописанное регламентированное право, касающееся в первую очередь СМИ и ограничения или не ограничения деятельности этих СМИ государством. Так вот, свобода слова это не про «я могу писать любую чушь, и мне ничего за это не будет», нет, это не свобода слова, и нигде не прописано ни в одном международном акте, что это свобода слова, тот смысл, который вкладывают в это расисты. Просто, ну, довольно иллюстративно, что грамотность по международному праву среди расистов, она, ну, пробивает любое космическое дно, как бы понятно, почему так происходит, потому что, если бы власти России так или иначе поощряли грамотность в международном праве своих граждан, то граждане бы вдруг осознали, в какой стране они живут, но это не очень приемлемо. Ну, и к слову, о конспирологии довольно много комментариев про антирусская проплаченная пропаганда, паттерн мышления расиста о том, что все вокруг купили, все вокруг злодеи, я один тут белый и пушистый, или не белый и пушистый, но все такие же, и вообще у меня есть полное право делать все, что хочу. Ну, и надо сказать, что было очень много адекватных комментариев, которыми я, ну, в каком-то смысле горжусь, горжусь, что даже вот в этом русском мире мне удалось собрать очень много людей в своей аудитории, которые, ну, противоборствуют этому самому русскому миру, которые не разделяют его ценности, которые более гуманные, более человечные, люди, которые понимают, что происходит, находясь даже в России, и это действительно люди, которые заслуживают всяческой похвалы, им можно лишь посочувствовать за то, в какой стране они оказались и с какими согражданами они живут. Можно перечислять довольно много вещей, начиная от 8 лет домбили бомбас, или Украина устроила геноцид, но опровергать их, когда это сделали уже сотни международных изданий, сотни независимых расследователей, мне кажется настолько глупым и наивным, как будто это та самая попытка переспорить людоеда, который сейчас жрет твою ногу. Это явно не та реакция, и более того, она бесполезна. Уже поздно говорить, уже поздно переубеждать. Нет. Все, что сейчас можно делать, на мой взгляд, это давать какую-то поддержку и чувство того, что они не одни, адекватным людям, людям, которые страдают от этого расизма. Это то, что в текущих обстоятельствах мне кажется наиболее рациональным. Так что мой тезис в том, что сейчас несколько бесполезно спорить вот с этой категорией граждан. Это не принесет вам никаких результатов, кроме ваших потраченных сил и времени. Вместо этого лучше дать поддержку тем, кто в этой поддержке нуждается. И это могут быть ваши адекватные близкие, это могут быть люди, друзья, знакомые, которые находятся на территории Украины. Это может быть кто угодно и можно найти в сто крат более рациональные способы провести и потратить свое время, нежели споры с расистами. Поэтому еще раз, вот это видео, очень токсичное, от чего я отказался уже довольно давно, несет лишь одну функцию для этого канала. это как можно больше расистов должны от меня отписаться. Я говорил это с первого видео о войне и буду говорить впредь. Пожалуйста, мне не нужны имперстущие фашисты среди аудитории. К слову, развитие своего белорусскоязычного канала дает мне то самое понимание, что YouTube может быть нетоксичным. это довольно интересное наблюдение о том, что расисты в принципе живут в какой-то своей системе ценностей, используют свои локальные мемы, связанные с ненавистью, с оскорблениями, фиксированные на каких-то очень странных вещах. И это действительно представляет из себя антропологический интерес. В будущем возможно кто-нибудь займется исследованием расизма и вот этого русского мира. А пока же я хочу пожелать всем адекватным людям иметь как можно меньше расистов в своем окружении, ценить мир, ценить жизнь и поддерживать тех, кто в этом нуждается. и и мем Продолжение следует...